Здравствуйте! Сегодняшнее видео я хочу посвятить интересной теме Зачем исполнителю нужно сольфеджио? Зачастую музыканты-исполнители задаются этим вопросом Есть даже такие ученики, их хорошо не очень много И вот эти ученики спрашивают А можно я буду играть только на флейте и не буду ходить на сольфеджио? Я всегда в таких случаях говорю Нет, нельзя Потому что я абсолютно убеждена И нас, музыкантов, таких много Что научиться хорошо играть на инструменте Может только человек, который в комплексе Проходит и исполнительство на своем инструменте И сольфеджио, музыкальную грамотность Не зря же во все музыкальные СУЗы и ВУЗы Обязательно на вступительных экзаменах Сдается и специальность, и сольфеджио Сегодня попробую показать вам на простых примерах Как может помочь сольфеджио в деятельности исполнителя Во-первых, сольфеджио это предмет для развития слуха А слух абсолютно необходим любому музыканту Причем это та музыкальная способность, которая достаточно неплохо развивается И именно для этого ребенок или уже взрослый И ходит на сольфеджио, чтобы развивать свой слух На наших духовых инструментах высота нефиксированная То есть мы можем одну и ту же ноту при одной и той же аппликатуре Взять по-разному по интонации Это зависит от того, как мы наберем дыхание Как мы поставим губы, как мы откроем резонаторы И для того, чтобы попасть на действительно нужный тон Мы его должны вначале предслышать То есть мы должны представлять, где должен быть этот звук И тогда мы его сможем сыграть чисто Это еще очень важно при игре в ансамбле Далее Наши духовые инструменты это одноголосные инструменты Таких инструментов достаточно много И, конечно же, для нас очень важно понимать мелодию, которую мы играем Но вот чтобы понять, как строится мелодия Что мы в ней можем найти Мы должны проходить сольфеджио В качестве примера вначале сыграю вам фрагмент произведения Российского флитиста и дирижера Валентина Зверева У него много произведений для флейты И я сыграю рефрен его маленького ронда Вначале сыграю, а потом расскажу Как многие из вас могли услышать, практически весь рефрен построен на опеваниях Опевания это такая мелодическая модель В которой мы берем звук ниже, выше, а потом приходим на средний звук между ними В сольфеджио это обычно делается с устойчивыми ступенями Я своим ученикам говорю Мы сыграли ниже, выше, на ноту пришли И чтобы понимать, как это интонировать Мы должны уметь находить эти опевания в нашей мелодии Опевания всегда интонируются к последнему звуку К тому, к которому мы двигаемся Та-ра-рам, та-ра-рам Мы должны это найти в нотах, понять И потом обязательно это сыграть А для того, чтобы ребенок вас понял Нужно, чтобы он на сольфеджио прошел Что же такое опевание? Дальше Опять сыграю два музыкальных фрагмента В которых нам встретится хроматическая гамма Ее также обязательно проходит на сольфеджио Но в более старших классах Я думаю, кто-то точно узнал эту музыку Это песня индийского гостя, римского Корсакова Здесь хроматическая гамма нужна композитору Чтобы изобразить такой восточный, томный колорит И играю второй фрагмент Из произведения Дибюси Маленький негритенок Здесь тоже хроматическая гамма Тоже нисходящая Но, как вы смогли убедиться Это абсолютно другая музыка Но здесь играет роль и темп, и штрихи, которые отличаются И от этого отличается характер музыки Но, чтобы вообще понять, что человек играет Ребенок должен найти вот эту хроматическую гамму в своих нотах А потом уже обсудить с педагогом, как с помощью штрихов, динамики Создать тот характер, который предполагал композитор Дальше, что нам еще очень может понадобиться Когда мы анализируем нашу мелодию Это самые простые движения по гаммам и по трезвучия Мы с ребятами, с моими учениками Очень хорошо прорабатываем все гаммы В них арпеджио, в них все трезвучия Для того, чтобы это было, как называется, у нас в пальцах, в руках И потом, когда мы видим новую незнакомую мелодию Мы обязательно с ребятами пытаемся найти Где гамма, где трезвучия И потом вспоминаем, что А, это уже играют мои пальцы То есть это не надо будет учить дополнительно Потому что мы это уже ногами проучили Кроме того, вот такой вот анализ мелодии На предмет гамм, трезвучий Помогает очень запоминать наизусть Я об этом говорила в одном ролике Про выучивание наизусть Кто не смотрел, можете посмотреть Дальше Кроме мелодии Очень важно еще и чувство ритма И вот ощущение ритмической и метрической организации мелодии Тоже должно быть понято исполнителям Но в отличие от слуха К сожалению, ритм гораздо хуже поддается развитию Он природный Или у вас есть чувство ритма Или его нету И тогда, конечно, играть гораздо сложнее Но это не противопоказание Чтобы заниматься в музыкальной школе точно Я имею ввиду, если чувство ритма не совсем развито Вы можете играть в свое удовольствие Приобщаться к миру музыки Просто обычно вот этим людям Не рекомендуется идти дальше в профессию Потому что если с ритмом вам сложно Ну, очень сложно Тогда даже при всем остальном Что у вас хорошо получается Не сможете стать достаточно успешным в этой профессии Значит, пусть музыка останется в вашем любимом ходе Итак, многочисленные ритмические фигуры Также проходятся в уроках сольфеджио Например, одна из любимых наших фигур Синкопа То есть смещение акцента с сильной доли на слабую Происходит это потому, что слабая доля Заполняется более длинной нотой Например, это может быть восьмая, четверть и восьмая Четверть, поскольку в два раза длиннее Она получается самой сильной Хоть она и не совпадает с сильной долей Опять сыграю фрагмент из маленького негритенка Дебюсси Как мы слышим, здесь все построено на синкопах Если ребенок понимает, что такое синкопа Ему можно объяснить, как это играть Не менее важен, конечно, пунктирный ритм У меня есть отдельное видео о том, как исполнять пунктирный ритм Поэтому тоже, кто не смотрел, переходите по ссылке и смотрите Но вот понимать, что это пунктирный ритм Ребенок может только в том случае, если он проходит сольфеджи Для неодноголосных инструментов, например, фортепиано Очень важна еще гармония, то есть соединение аккордов А как правильно соединять аккорды, вас тоже учит сольфеджио Даже вот на этих немногочисленных примерах Я надеюсь, я смогла вам объяснить, что сольфеджио все-таки нужный предмет И я вам искренне желаю, чтобы вы смогли научиться любить этот предмет И чтобы он вам был в радость, как игра на вашем инструменте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!